Инспексировать самарские дороги вместе с общественниками отправилась прокуратура. Ежедневно от этого ведомства в департамент благоустройства поступает порядка 30 предписаний по ремонту ям. В совместность ГИБДД проводятся рейды, выявляются участки, подлежащие ремонту. Мы выходим с рейдами сотрудниками ГИБДД, осматриваем дороги, смотрим на соответствие ГОСТа. И уже по результатам мы выносим меры прокурорского реагирования. Мы вносили представление на имя главы городского округа в департамент благоустройства и экологии. И принимаются меры, ведется ремонт. 32 тысячи квадратных метров автополотна планируют отремонтировать литым асфальтобетоном к началу лета. Дороги Самары под народным контролем. В общественный совет входит порядка 140 самарцев. Ежедневно совместно с департаментом благоустройства они выезжают в рейды, чтобы проверить ход аварийно-ямочного ремонта на самых сложных участках. У нас ведь сегодня самая тревожная ситуация сложилась с эксплуатацией, с состоянием дорог. Поэтому мы их привлекаем для того, чтобы они еще и контролировали технологию производства работ. И самое главное, чтобы контролировали объемы производства работ, чтобы у нас каждый рубль муниципальный шел в дело, а не на сторону. Выдувают пыль, грязь и влагу. Дальше дело за кохером, который заливает яму литым асфальтобетоном. Он должен быть раскален до 310 градусов. Частые перепады температур вызывают разрушение дорожного полотна. Но если придерживаться технологии, проблем будет меньше. Если соблюдается технология, скажем-то, выполнения ямочного ремонта, то можно проехать по участкам, которые ремонтировались и в прошлом году, и посмотреть, что вот эти ремонтные участки, они существуют, они функционируют. Ямочный ремонт проведен уже на 158 улицах города. С наступлением тепла начнется ремонт картами. Уже сформированы 9 бригад, которые будут работать во всех районах Самары одновременно. С графиком можно ознакомиться на сайте городского департамента благоустройства. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События.